Канадские суперсвиньи собираются мигрировать в США. В свое время суперсвиньи, полученные в Канаде от скрещивания диких кабанов с домашними свинками, оказались на свободе, одичали и начали. Неконтролировано плодиться в свое время суперсвиньи, полученные в Канаде от скрещивания диких кабанов с домашними свинками, оказались на свободе, одичали и начали неконтролировано плодиться. Теперь эти вездесущие и плодовитые друзья собираются перебраться за границу Канады, США. В Миннесоте, Монтане и Северной Дакоте уже ломают голову, что делать, чтобы задержать хрюмигрантов, которые станут настоящим бедствием из-за своей дико-высокой выживаемости и безумно-активной плодовитости, сообщила Associated Press, AP. Опасаться есть чего. Дикие свиньи уничтожают громадное количество посевов и даже нападают на людей. В Техасе в 2019 году свиньи убили женщину. Охотники решить проблему полностью не могут. Канадские специалисты предлагают вести себя максимально агрессивно с этой экологической катастрофой. В частности, отстреливать животных с вертолетов. В настоящее время проблема одичавших свиней решается в 35 штатах, какие-то успехи есть, но до полной ликвидации еще далеко. Ранее сообщалось о кабанах, немецкой Баварии. Их мясо оказалось радиоактивным и не только из-за Чернобыля. Сотовая связь приморских тигров просто надежна и бесплатна. В нацпарке трое тигров-родственников общались с помощью запаховых меток на коре дерева, в нацпарке трое тигров-родственников общались с помощью запаховых меток на коре дерева. Отслеживающие поведение хищников сотрудники заметили, что те постоянно подходят к одному и тому же дереву, трутся о него, сообщая остальным о своем присутствии. Сначала к дереву подошла молодая тигрица Т-107Ф, потерлась о кору дерева и поскребла его когтями, почувствовав запах побывавшей раньше матери Т-28Ф и оставившей свое сообщение. Следом к дереву явился брат молодой тигрицы Т-105М. Обследовав дерево, считав запахи, он не стал ничего писать своим дамам, а как настоящий немногословный мужчина молча удалился. Подобным же образом общаются друг с другом и медведи, сообщил Риа Владнюс. Ранее сообщалось об амурском тигре, отправленном из Хабаровска в Москву из-за травмированной капканом лапы.